Андрей Андреевич, вот мы когда с вами делали такой брейншторм, о чем сегодня поговорить, и вопрос мобилизации отнесли на самый последний момент, потому что это как один из элементов вот этой вот схемы. Но тем не менее, вот видно, что и русские как-то не очень хотят на войну, и дагестанцы вообще не хотят на войну, и буряты не хотят. Много кто не хочет на войну. Митинги, протесты, убили военкома, жгут не понемножечку военкоматы. Мне кажется, этого мало, и в конечном итоге эти протесты будут подавлены. А как вам кажется, вот в части внутренних раскладов, вот это решение о мобилизации может как-то изменить ситуацию внутри России, чтобы, ну, условно, люди, которые там живут, ну, блин, какими они бы конченными не были, но детей же им своих должно быть жалко? Ну, уже изменило, конечно, изменило, конечно, изменило. Ну, как ваш президент писал там, Украина, ценю Россию, так и Россию, ценю Украину. Вот я уже комментировал по одному из каналов. Наверное, украинцы очень умолвались поведению якутских женщин, которые окружили полицейских хватающих мужей, и водят вокруг них хороводы. Ну, в Украине окружили бы не женщины, а мужчины, и мужчины не хороводы водить бы, а пиздили просто этих ментов. Ну, что поделаешь, это две разные страны. У нас разные очень истории, понимаете. Мы были одним народом когда-то, но после известного поражения на реке Калхке у нас разная история. Одни провели два столетия в Орде, а другие в Великом Герцессе и Литовском. Это разные наложил отпечаток. То есть одни жили по Ясе Чингисхана, все прошедшие, прошедшие там сколько, восемь столетий, а другие старались, в общем, жить по Великой Харте и Вольности. Вот это поразительное историческое совпадение, что эти два самых величайших политических документа, определяющие два противоположных вектора политического и общественного развития, Яса Чингисхана и Великой Харте и Вольности, появились на разных концах мира, вот почти противоположных точках земного шарика, практически одновременно. Но история одновременно. Яса, по-моему, в 1209 году, а Харте в 1213. Ну, там плюс-минус два года. Так вот, мы дети Ясы, а вы дети Харте и Вольности. Этим многое объясняется. Так, а все-таки, ну, они подавят там все и будут просто гнать вот эти тысячи российских мужчин на бой. Потому что я смотрю, как реагируют, ну, такого давно не было. То есть, я снимал массу этих протестов беззубых, а тут, ну, как-то они подрыкивать начинают. Это при том, что в них еще не стреляли. А как только эшелон с этими людьми пересечет границу с Украиной, их всех убьют нахрен. Вот всех поголовно. Причем, а потом придут ребята из 95-й или 25-й воздушно-десантной бригады. И визитки Яруша каждому налог прицепят и сказать, Оля, сука, снимай. Вот, будет что с вами со всеми. Ну, вы знаете, давайте посмотрим, когда им в учебках вынут оружие. Уже тогда они по-другому. И эта перспектива станет перед ними уже абсолютно, так сказать, весомой, ощутимой. В умах это проиграно властью полностью. Полностью проиграно. Вот еще один показатель. Чем занимается вообще вся пропаганда, все эти страны, эти маньянки. Вместо того, чтобы орать, вставать страна огромная на смертный бой. Самой пойти в санитарки, в чумной, в вагоны. Там со СПИДом, ковидом и СИКЛИСом. Нет. Они объясняют, что нет, нет. Слушайте, студентов. Вас только один процентик пошлют. Вот видики, ролики, социальную рекламу дают. Смотрите. Этих самых военнообязанных 25 миллионов. А призывают еще 30 тысяч. Только один процент. Тебя это не коснется, не бойся. И паралитиков не берем, и студентов не возьмем. Уже очень сомнительная социальная реклама. Музыкантов, студентов не берем. Быдло пойдет. Быдло. Рабочие. Рабочие крестьяне пойдет. А нас не возьмут. Не бойтесь, не бойтесь. Поддерживайте. Ну, это масса социальных. Никто добрый. Ну, а что вы хотели? Те, кто хотел убивать укропов, Они все давно туда же приехали. И все уже навозили там Вожделенные всей Европой Украинский чернозем. Или за деньги, кто хотели. Там семья, там, какого-то дедушку отправила. Его трахнули. И семья на Ладе поехала новенькой напорной. Ну, вы знаете, я не шучу это. Не юродствую. Это социальная реклама была, Которую они только догадались на второй день Не подавать на Москву и Петербург. Ну, все эти вот за деньгами И за имперской спесью Они все уже отъехали. Ни один из доставшихся 25 миллионов Воевать не хочет. Это три самоубийственных решения Путина. Принятые ими в воскресе, в понедельник утром Мобилизация, аннексия и ядерный шантаж. Они работают только в три вместе. И вот все три провалились полностью. А вот вся другая... И, кстати, он же стал вождем партии этих ястребов. Но был им только два дня. Стрелков, который на прошлой неделе требовал его повесить, Так же, как и всю партию вонючих. За слабость. Да, похваливал его два дня. Похваливал до обмена, до освобождения азовцев. Вот это полностью... И он остался совершенно обосранным. Он как бы отошел от вонючек. И вампиры не приняли его. И они снова... Они правильно определили его, как перекрасившийся вонючка. Вот это уже... Это показывает, в каком он состоянии. Разброда находится. Такую глупейшую, грубейшую ошибку. Он изменил концепцию в понедельник. Но самое яркое проявление прежней концепции, после чего капитуляция... Это капитуляция. Выдача азовцев, выдача приема смерти. Это большего такого жеста. Да, мы готовы на все. Большей капитуляции на сегодняшний день. Очень трудно было представить. И он забыл, что уже принято это решение. Он-то работает в другой концепции. Вы все суки, я вам все горло перережу. То есть он остался, поругавшись, ну, скажем так, вызвав резкое отсуждение двумя элитными группами бункера и разорвав своим глубинным народом, который совершенно не хочет умирать. Так же, как 10 миллионов... Повторяется история с 10 миллионами русских крестьян, которого царь и либеральная сволочь послал умирать в окопке, в окопе дав им винтовки, для того, чтобы на Святой Софии, так называемой, возводить крест и Россию... Так эти даже... Эти цели были безумные, абсолютно чужды русскому народу. Но этот-то придумал еще более безумные цели. Их тех, по крайней мере, не посылали убивать очень близких им этнических людей. Нет, это полный, полный пиздец. Вот эта неудачная попытка вонючки перекраситься к вампиру, она его погубит. Андрей Андреевич, если позволите, совсем краткий вопрос. Так сколько надо представителей этого глубинного народа за двухсоти, чтобы они наконец-то задались вопросом, сами перед собой, какие бы они тупыми не были, но жизнь-то все равно у каждого из них одна, что лучше разбираться с Вовой Путиным, чем с дикими украми, которые абсолютно беспощадны. Ну, слушайте, у меня не совсем чушь. Все-таки этот глубинный народ, я 82 с лишним года был гражданином этого государства. Не надо это угробить. Сколько вы сказали, 200 тысяч, достаточно освободить Херсон. Для этого нужно ликвидировать группировку, и я предпочел дать ей возможность просто покинуть, перейти на левый берег или сдаться в плен. Речь идет о 10 тысяч. Но, между прочим, отборных, там весь, все сливки, все оставшиеся сливки российские военные машины, они сейчас сосредоточены на правом берегу Днепра. Путин категорически отказал вправе уйти, переправиться на левой, на чем настаивали их непосредственные командиры. Вот надо решить эту задачу. Я уверяю, не как военный эксперт есть, лучше меня военный эксперт, но как политический эксперт. Рухнет. Все сейчас держится, вообще вся эта фейковая машина всего этого псевдогосударства, путинская дзюрокерия, держится на ниточке, и освобождение Херсона эту ниточку переречит. Да, я от себя добавлю, что за скальпами российских оккупантов в Херсонии не только, мы идем. Прямо сейчас. Андрей Андреевич, я благодарю вас за инфир, подписывайтесь на YouTube-канал 24-го телеканала, YouTube-канал Андрея Андреевича Пентковского, все эти ссылочки есть в описании, и мой канал с поэтическим названием «Роман Самбалюк». Андрей Андреевич, было интересно, оптимистично, посмотрим, чем оно все обернется, но я, если честно, исхожу из того, что все-таки нужно исходить из самого плохого варианта, а когда будет самый хороший вариант, мы просто выдохнем и вместе отправимся в Крым. Спасибо большое. А я скажу из того, что правду говорить легко и приятно. Спасибо. Слава Украине. Герои, Слава, спасибо.